Не так давно, в 2008 году, и здесь на ринге финального турнира, финального гран-при K1, они сошлись в резервном поединке, чтобы в случае травмы основных спортсменов из восьмерки, но сейчас уже четверо осталось, две полуфинальные пары, чтобы кого-то заменить. Такая рулетка, такая лотерея, но для начала нужно выиграть резервный бой. Черных, на бедренных таких повязочках Мелвин Манхоф, в черных трусах Поль Славинский. Оба пронебойные, оба настолько мощные, что предугадать исход этого поединка просто невозможно. А вот и сказывается борцовская подготовка Мелвина. Весит немного, ну вы можете представить, 85 килограмм, а бьется с супертяжеловесами Мелвин Манхоф. Это говорит о чем? О том, что он великолепный боец. Вот так. Блокирует удар ноги соперника неуловимым движением. А здесь руки, руки и еще раз руки. Страшные руки этого малыша. Условно говоря, конечно, 1,85 метра это очень хороший рост. А 1,77 метра, прошу прощения. Вот так справа щелк. И Славинский не понимает, где он, кто он и зачем он здесь оказался. В первом же раунде. Словно акула слева попадает. По-моему, поплыл. И справа бой будет остановлен, если раньше не упадет Коля. Но много времени. До гонга, по-моему, не дотянет Коля. Одиночный удар. И все, все. Отгоните его. Уведите прочь. Вот такой ответ. На оскорбление. На публичное оскорбление. В том, что он уродлив. Я бы не сказал, что он так страшен. Он подразнил его поле и получил в челюсть. Да. Да, это Мелвин Ноннхоу. Крепыш, малыш. Метр 77, 85 килограммов. А бойца ростом 190 сантиметров уложил. Да, причем Славинский сам нокаутер записной. Рубака еще тот. И Май Тимован уронил. И Азиса Яхьев. Ну. Вот здесь попал под горячую руку. И вот как завершился этот бой для Поля Славинский. Ну, что тут скажешь? Хорош? Ну, никак не успокоиться. Никак не угомониться.